Доброе утро, коллеги! Нам всем чего-то не хватает. Нам не хватает времени выспаться. Нам не хватает заряда на мобильном телефоне. Нам не хватает скорости Wi-Fi в гостинице. А если мы говорим про отсоды, как сегодня, то зачастую нам не хватает каналов между ними. Нам не хватает пропускной способности там. Ну и ни для кого не секрет, что чаще всего нам, конечно же, не хватает IT-бюджета на развитие всего этого. А как было бы здорово, чтобы, если мы говорим про рабочие моменты, мы могли взять, объединить два отсода, буквально как подключить телефон к пауэрбанку, когда ему не хватает батарейки. А что же нам мешает? Поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал про технологию DWD. Отлично. Ну, существенное количество людей. И вот эти люди не дадут собрать, что, как правило, DWD – это сложные операторские решения. Это большие шассийные коробки, которые нужно настраивать, которые дорого стоят. Чтобы их внедрить, нужен довольно существенный инженерный ресурс, который знает, как настраивать все эти лямбда, что такое затухание, как бороться с дисперсией. Но если нам не нужно всей этой операторской сложности, если нам достаточно просто объединить два отсода – основной и резервной, или две площадки – по Faber Channel или по Ethernet. Именно в таких случаях нам приходит на помощь решение от Smart Optics. Компания Smart Optics – это норвежская компания. Штаб-квартира расположена в Осло, R&D расположен в Швеции. И компания специализируется как раз на производстве DWD-м решений, простых DWD-м решений и разнообразных трансиверов. Компания тесно сотрудничает с такими компаниями, как Bracket. Скорее всего, большинство из вас используют оборудование Bracket в том или ином виде, например, в качестве ОЕМ всяких других уважаемых вендоров по сетям хранения данных. Компания CISCO тоже в разрезе оборудования для сетей хранения данных. Широкий спектр трансиверов вы можете здесь посмотреть. Любой форм-фактор от очень-очень древних каких-нибудь, я не знаю, XenPack, например, или X2, до современных QSFP плюс QSFP28 и SFP28. Трансиверы могут быть установлены либо в Ethernet-коммутаторы, либо в SEN-коммутаторы. И надо сказать, что неопаримым преимуществом решения именно от SmartOptics для объединения цодок является то, что трансиверы для SEN-сетей официально сертифицированы Bracket. Если вы придете в Bracket и спросите, дайте мне трансивер больше, чем на 25 километрах, они вас отправят в SmartOptics. И если вам нужно построить инопланетные решения, они тоже вас отправят в SmartOptics. Несколько слов про трансивера. Скорее всего, вы когда-нибудь читали даташиты в трансиверах, по трансиверам, и видели вот это вот слово distance. И очень многие считают, что это то расстояние, на которое трансивер вам передаст данные. Это не так. Эта дистанция – это толерантность трансивера к дисперсии. У нас есть два параметра, которые мешают вам передавать бесконечно далеко и бесконечно счастливо. Это затухание и как раз дисперсия. Так вот эти 80 километров – это про дисперсию. Но второй параметр затухания, он очень сильно зависит от того, какое у вас волокно, насколько чистые патч-корды вы включили в свое оконечное оборудование, в свои трансиверы. И оптический бюджет каждого конкретного трансивера можно посчитать, посмотрев мощность передатчика, мощность приемника. Если вы читаете одно из другого, вы получаете тот оптический бюджет, на который рассчитан данный трансивер. У компании Smart Optics есть трансиверы для передачи 100 гигабит Ethernet. Технология PAM-4. С ней нужно быть очень аккуратными, потому что, если вы посмотрите, то выходная мощность – минус 8 дБ, а входная – 1 дБ. Что это значит? Это значит, что включить их back-to-back у нас не получится, им просто не хватит мощности. Нам нужно ставить линейную систему для усиления. Но сделать это можно. И передать 100 гигабит несколько раз по одной паре волокон между двумя отсюда тоже можно. Что же мы делаем, когда нам нужно объединить площадки? Мы используем волокно. Логично? Темное волокно. А если нам нужно объединить не одним сервисом, а двумя, а потом еще двумя, и каждый раз мы либо прокладываем это волокно, либо арендуем? Это не дешевое удовольствие. И в конце концов, нас может немножко придавить. Что такое дедовое дело? Не все, поднили руки, наверное, не все знают. Это как дорога такая сельская, она, правда, выглядит не очень сельской, дай бог, чтобы у нас были такие дороги, и высокоскоростное шоссе со многими полосами. Так вот, если мы берем темное волокно, это прием и передача по одной полосе. Если мы берем решение DWD, это прием и передача по многим частотам, по многим полосам, как мы говорим, если используем терминологию дорожного движения. Вот так это выглядит. В чем фишка? Каждый сервис, будь то Fiber Channel, будь то Ethernet, на любых скоростях, он передается на своей длине волны. Это абсолютно развязанные с точки зрения логики, с точки зрения L2, L3, с точки зрения Fiber Channel, разные частоты, абсолютно развязанные сервисы. Они никак друг с другом не пересекаются, никак друг другу не мешают. Таким образом, в одну пару волокон или даже в одно оптическое волокно мы можем уместить до 80 различных сервисов в любых комбинациях. Вот так вот выглядит мультиплексор, пассивный. Он есть у нас на стренде, можете подойти, посмотреть, пощупать, как это. И мы передаем либо по двум волокнам, одно волокно на передачу, одно на прием, либо даже по одному волокну. Тогда мы получаем меньшее количество каналов, потому что нам нужно на одной длине волны принять, на другой передать. Но это сделать тоже можно в условиях нехватки оптического волокна. И также на стенде вы можете у нас увидеть мультиплексор, который называется M-серия. И в чем фишка? Помните, я говорила про простоту, про подключение телефона к пауэрбанку, про то, что не нужно знать вот эти все мудренные термины? Фишка в том, что все уже встроено. Вы получаете плаган-плей решения, 1-ракюнитовую железку, которая сочетает в себе и мультиплексор, и вариативный аттенюатор, и компенсатор дисперсии, и усилитель, и вам не нужно ничего настраивать. Вы просто подключаете оконечное оборудование в этот мультиплексор, и благодаря тому, что там есть встроенный канал обратной связи, он все каналы, все мощности настраивает за вас. То есть фактически, если вы работаете с содами, но не работаете с DUDM, вам этого всего знать не нужно. Вы просто включаете, оно работает. Старший брат – это платформа DCPN. Уже на базе этой платформы вы можете передавать 100-гигабитный Ethernet и 32-гигабитный Fiber Channel. Вы знаете, что у нас скорость обновления скоростей на Fiber Channel примерно раз в год, ну там плюс-минус. И к концу этого года будет уже 64. Сейчас 32, они официально сертифицированы и поддерживаются с использованием этой платформы. Но если вдруг вам нужно разделить зону ответственности, вы знаете, иногда бывает, что вот те люди, которые отвечают за приложения, да, за содовские там, за коммутаторы, они не хотят отвечать еще и за транспортную сеть. Мне говорят, давайте мы разделим, вот это будет моя зона ответственности, а вот это вот транспортников. И тогда мы используем транспондеры. Например, в этом случае. Транспондер — это устройство, которое преобразует у нас обычные серые сигналы, обычные SFP, к которым мы привыкли, SR-ки, например, цветные, раскрашенные, и дальше передаем на мультиплекс. И тогда у нас есть четко пограничные зоны между теми, кто отвечает за приложение, и теми, кто отвечает за транспортную сеть. Транспондеры есть тоже и на 100 гигабит, и на 16, и на 10 гигабит, и даже вот такой вот большой зверь, DCP-101, который позволяет нам 100 гигабитный когерентный сигнал снимать, но он очень дорогой и, как правило, не оправдан в использовании, потому что у нас есть FAM-4, который позволяет с QSFP28 снимать те же 100 гигабит. Просто это вот так. Мы берем трансиверы, мы их ставим в оконечное оборудование. Эти трансиверы уже непростые, они цветные, они передают нам сигнал на определенной длине волны. Дальше мы эти трансиверы патч-кордом соединяем с мультиплексором, и между мультиплексорами у нас темное волокно, пара или одно. И все, до 80 каналов мы уплотняем, мы упаковываем в одну пару волокон и передаем на расстояние 40-80. на этап проводил метрокластерный, метрокластер строил испытания до 200 километров. То есть, если мы объединяем точка-точка ЦОД, то нам нужны трансиверы, патч-корды и мультиплекса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok